В Гранд Мобайл вышел новый пиратский ивент, и сегодня я вам покажу как его пройти на все 100%. Присаживайся поудобнее, сразу же ставь лайк и подписывайся на канал, и приятного тебе просмотра. Первым делом нужно доехать до квестового персонажа, находится он в Арзамасе. Берем первый квест из ивента, достаем железного коня из гаража и выдвигаемся в путь. Здесь нам дают задание поймать 10 рыб. Это легкое задание, поэтому едем дальше по GPS-метке на карте. Это такая своеобразная рыбацкая деревня. Все, что нам нужно, это подходить вот к этим красным меткам и стоять по 10 секунд. Когда вы соберете всех этих рыбок, нужно будет возвращаться обратно на корабль. Для сдачи квеста. Делаем это быстро и непринужденно. Ну и наша первая награда это 10 тысяч пиастр. Идем дальше. Второе задание проще первого. Нам нужно сделать решение этой задачки. Томить я вас не собираюсь и сразу дам ответ. Вам нужно написать слово КАПИТАН. Нажимая на соответствующие буквы. За выполнение этого квеста мы получаем 5000 пиастр. Третий квест это самый жесткий квест этого ивента. Вам нужно как-то приобрести 2000 ниток и скрафтить канат пирата через меню крафта. Нитки в свою очередь можно получать путем разбора всяких ненужных аксессуаров или же скинов. Я вам дам один совет. Не спешите тратить деньги и покупать нитки за баснословные бабки. К примеру, у меня на сервере одну нитку можно купить за 5000 рублей. Играю я на 13 сервере. Сделайте лучше так. Выкупайте дешевые скины у игроков за 5000-10000 рублей и разбирайте их. Профита вы получите с этого больше. Ну а если вы плевать хотели на эти квесты, вот вам хорошая идея для бизнеса по продаже ниток. Я особо париться не стал, забрал с почты все ненужные мне вещи, разобрал их и докупил в постамате остаток ниток. Ушло на это у меня где-то плюс-минус 3 миллиона. Но даже тут вас ждет подвох. Не начинайте крафт без самого камня крафта. Да, я согласен, на него вам нужно задонатить. Но поверьте мне, лучше сделать так, чем рисковать и потерять 2000 ниток с неудачного крафта. Изначально крафт успешен на 80%. Вы можете купить себе верстак за 2 миллиона в меню вашего дома. Это даст вам плюс 10% к крафту. А также, введя мой промокод Бавана, вам дадут випку на 7 дней и бонусом еще 10% крафту. Я не шучу, если что. И ни в коем случае это не какой-то там байт. Итого, вы сможете скрафтить канат без доната, если вы соблюли все условия, которые я вам сказал. И важно, вы должны находиться в доме с верстаком. В общем, сдав этот жуткий квест, я получаю хиленькую награду в виде пиастров. И идем выполнять next квест. Четвертый квест начинается с того, что нам нужно отправиться на противоположный берег и найти корабль Шека Воробья. Берем его от задания отвезти 15 ящиков на корабль. Делаем пару раз туда-сюда и квест выполнен. Возвращаемся на исходную позицию и забираем свои пиастры. Пятый квест это вообще очень смешной квест. Здесь нам нужно написать слово полка. После того, как мы это делаем, обратно подходим к Уиллу Тернеру и забираем свои золотые 5000 дублонов. Шестой квест начинается с того, что нам нужно развозить по разным бизнесам, барам и магазинам напитки. Делаем это, опять-таки, легко и непринужденно. Просто по GPS выбивает метки, мы отвозим их. Главное, чтобы у вас не вылетало, а то квест надо будет начинать сначала. Подходим к Уиллу Тернеру и забираем наши 10 тысяч пиастров. Кстати, возможно, где-то я расположил неправильность квеста, порядочность имеется в виду. Поэтому, ребята, если вам выпадает такое задание, здесь железобетонно выбираем ответ 6. Далее здесь ничего, разбираться даже ничего не надо, просто жмете 6 и идете дальше по заданиям. Также вам попадется еще одно аналогичное такое же задание. Здесь вы выбираете 9, то есть ответ 9. Я сам считал, вычислял это все и 9 это абсолютно правильный вариант. Нажимаете 9 и забираете свои пиастры. Ну а теперь я вам покажу, как же выполнить финальный квест и где искать все сокровища через металлоискатель. В последнем задании нам предстоит найти клад в одном из трех сундуков. Вы его сможете найти как и в первом, так и в последнем сундуке. Все зависит от рандома. Для поиска сокровищ нам понадобится металлоискатель. Его можно скрафтить или же получить бесплатно на почте, если вы приобрели статус пирата Джек Воробей. Первый сундук находится на самой высокой точке карты, рядом с элитным районом. Увы, я не смог записать, как я нашел первый сундук. Он обычно спавнится в крайней части горы, расположенной в сторону дороги. Так что смело можете ехать туда и выкопать его. Поиски второго сундука у меня заняли всего лишь 5 минут. Запомните, чем быстрее пикает металлоискатель, тем ближе клад. В данном случае клад был зарыт рядом с забором в этой локации. Во втором случае мне также не удалось найти клад, поэтому мы сейчас отправляемся на третью локацию по GPS метке и постараемся найти клад там. Следующим днем я отправился искать последний клад, который находится в открытом поле. Знаете, это очень удобно, когда ты активировал металлоискатель и катаешься по полю, слушая все эти пиликющие звуки. Немножко логически подумав, я понял, что не может быть так, что клад зарыт где-то в пустом поле на каких-то лугах. И поэтому я начал ориентироваться по вышкам. И да, я угадал, клад был зарыт прямо под одной из вышек. На карте эту локацию можете посмотреть вот здесь. Ну и в принципе все, друзья, на этом я заканчиваю видеоролик. Спасибо вам огромное за просмотр, я надеюсь я вам помог тоже с выполнением всех этих квестов. Если вам понравился видеоролик, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Ну а я играю на 13 сервере, заходите играть вместе со мной, вводите промокод Бавана. Я жду вас всех.